В том, что здесь вам всегда рады сомнений, нет никаких к приходу гостей. В преддверии новогодних праздников рукодельницы готовятся за месяц, а то и более. Время не стоит на месте, меняются и предпочтения людей. Гирлянды и шары на елку магазинного образца уже в прошлом. На смену им пришли креативные украшения, рукотворные работы. Из дерева, полимерной глины, вышитые крючком, выполненные в технике мягкой игрушки, чем необычнее, тем предпочтительнее. Мастера ручной работы словно знают, что нужно каждому отдельному посетителю. Угодить и порадовать брещан – такова цель очередной ярмарки чудес. Вторая зимняя ярмарка у нас и седьмая по счету благотворительная. Ярмарка – это для нас получилось совершенно неожиданное второе проведение, потому что основное было проведение 17-18 декабря, но торговому центру очень понравилось наше мероприятие, и они решили предложить нам провести дополнительную ярмарку. Мы согласились, и вот сегодня мы здесь. За шесть лет работы в коллективе мастеров появилось немало новых имен. Расширялись и направления творчества. Любители ярмарок чудес наверняка отметили – стеллажи значительно пополнились необычной продукцией. Появились старинные игрушки Тедди, пряничные домики, карамельные яблоки и конфеты. Однако не перестают удивлять и постоянные участники ярмарок. Наталья Сергеева представила богатую коллекцию изделий к Новому году. В приоритете мастер – стиль винтаж. Женщины работают в различных техниках. Ассортимент изделий широк, каждая вещь уникальна. Начинала с бисероплетения, потом с вышивки. И постепенно перешла в декупаж, в различные интерьерные игрушки, авторские игрушки. И пришла к своему любимому стилю винтаж. Описать всю новогоднюю красоту, подготовленную брестскими мастерицами, крайне сложно. Лучше, как говорится, один раз увидеть. Найти подарки по душе и по кошельку сможет каждый. Вещь, сделанная собственными руками и с любовью, обязательно займет свое место в вашем доме.